Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Галина Смирнова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Самое спортивное предприятие Южного Урала. Руководство ММК честовало своих лучших спортсменов. Пример активной жизненной позиции. Участники ветеранского движения «Магнитогорска» подвели итоги работы за год. По сугробу в Буцах стартовал 25-й городской турнир по зимнему мини-футболу «Снежный мяч». А сейчас об этих и других событиях более подробно. Совещание исполнительной дирекции по ММК, посвященное итогам уходящего года, началось не совсем обычно. Руководство комбината честовало лучших спортсменов предприятия. Этот год выдался для них удачным. Побед оказалось немало и в личном зачете, и в командном, благодаря чему ММК был признан самым спортивным предприятием Южного Урала. Получить статус самого спортивного предприятия региона непросто. За этим стоит огромный труд большого количества людей. Поэтому честование спортсменов началось с соглашения достигнутых результатов. Есть чем гордиться ПАО ММК и разрешите в самом начале выступления сообщить, что команда ПАО ММК заняла первое место среди спартакиадных промышленных предприятий Челябинской области. Звание лидера спартакиады команда ММК подтверждает уже второй год, стабильно занимая первое место в семье из девяти видов спорта. И это не единственное, чем может гордиться спортивный клуб «Металлург Магнитогорск», осуществляющий реализацию социального заказа ПАО ММК по развитию массовой физической культуры и спорта среди работников комбината и членов их семей. За прошедший год на международных соревнованиях в личном первенстве спортсмены клуба завоевали четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей. Результатом этих побед стало включение в состав спортивных сборных России 26 магнитогорцев, которым без наличия постоянно обновляющейся современной спортивной базы добиться таких успехов бесспорно было бы сложно. Это, конечно же, благодаря поддержке руководства ММК Шеляева Павла Владимировича, непосредственно дирекции по корпоративным вопросам социальным программам Кривощокова Сергея Валентиновича, который непосредственно принимает участие, как представитель собственника в нашем учреждении, курирует все вопросы от ремонтов до спортивных результатов. Не остается равнодушным, постоянно приходит к нам на учреждение, смотрит новшества, спортивную базу и постоянно предлагает какие-то улучшения. Уделяя внимание материально-техническому оснащению спортивных объектов, на эти цели ежегодно тратится порядка 100 миллионов рублей, руководство ММК не забывает и о поощрении спортсменов. Самые отличившиеся в этом году были отмечены солидной денежной премией. От лица спортсменов хочу выразить огромную благодарность дирекции комбината. Без вашего участия, без вашей колоссальной поддержки у нас бы не получались такие высокие результаты. Большое вам спасибо. В свою очередь мы будем показывать еще более высокие результаты и подниматься на более высокие ступени пьедестала. Татьяна Артеменко, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Ветераны подвели итоги работы. Активные пенсионеры-магнитки встретились с властями города на ежегодном форуме. По традиции, самым преданным участникам ветеранского движения были вручены почетные грамоты и благодарности. Наград за личный вклад в работу ветеранской организации «Магнитогорска» удостоились также представители общественности. В их числе директор телекомпании ТВИН Александр Волосюк и корреспондент Андрей Рыжков. В Большом зале городской администрации нет пустых мест. Для активистов ветеранского движения подведение итогов работы за год – значимое событие. Юрию Ивановичу 80 лет. За 40 лет работы на заводе он настолько привык трудиться, что по сей день ведет активный образ жизни. Недаром говорят, но в душе мы молодые, поэтому не сидеть же дома. Поэтому работаем. Я работаю, как говорится, и в заводском, и в городском. Сегодня в городском совете ветеранов числится 109 тысяч пожилых людей. В него входят три районных совета, а также 380 первичных ветеранских организаций. О том, что люди почтенного возраста – это традиция, это патриотизм и пример для молодежи, говорил в тот вечер каждый выступающий на сцене. Специально, собственно говоря, под вас мы сделали, вот привели в порядок этот зал. И теперь я точно могу сказать, вообще изначально он делался под вашу организацию. Поэтому теперь вы можете все форумы совершенно бесплатно, то есть даром проводить здесь, собираться, решать любые вопросы. Вы наша помощь. Мы должны все вместе еще раз доказать всем, что историю извить невозможно. Мы ее сделали, и это наша правда победа. Через 10 дней мы войдем в Новый год, 91-й, со дня рождения нашей родной магники. И нам остается всего 9 лет всем вместе дотянуть до большого юбилея, столетия. Это наша задача минимум, чтобы мы все вместе, в полном здравии, наполненные силами и желанием сделать город лучше, дожили до этих дней. Самые ответственные и преданные ветеранскому движению пожилые люди в тот вечер удостоились большого количества наград – городского, областного и федерального уровня. Александра Ивановна Панькина – активист с большим стажем. 12 лет возглавляла Совет ветеранов АГЛА Цеха ММК. Еще столько же времени работает с пожилыми людьми Орженикидзовского района. Все работаем хорошо, дружно, слаженно. У нас большой коллектив. Организация у нас самая большая. У нас 52 тысячи, как говорится, пенсионеров в нашем районе проживает. Ну, конечно, у нас 23 ТОСа. В них тоже во всех у нас организованы первичные организации Совета ветеранов. На них все работаем дружно. Концертные номера сделали ветеранский форум более праздничным. В городе намышленников пожилые люди обсудили планы на будущий год и пожелали друг другу в следующем декабре. Встретится снова в таком же многочисленном составе. Ирина Тимофеева, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Приближается 31 декабря. День, который всегда в памяти магнитогорцев, будет связан со страшной трагедией. В понедельник, в последний день 2018 года, в 6 часов 2 минуты по местному времени, произошел взрыв в 10-этажном доме номер 164 по проспекту Карла Маркса. В результате взрыва частично обрушился подъезд номер 7. Погибли 39 человек. Город готовится отметить годовщину трагедии. Накануне секретарь магнитогорской епархии Лев Баклицкий и председатель общественной палаты Владимир Зяблицев рассказали журналистам, как будет проходить памятное мероприятие на территории кафедрального собора. Когда были разобраны завалы и речь зашла о вариантах благоустройства территории у дома, где случилась трагедия, выяснилось, что большинство жильцов категорически против того, чтобы на месте, где они живут, был организован мемориал. Пожелательное жителям было такое, что память не должна давить, но она должна быть. Она должна быть в сердцах, она должна быть в душе, в голове. И поэтому, соответственно, они говорили, что для этого есть места, куда мы приходим попросить за здравие. Места, куда мы ставим свечку за упокой. Вот поэтому, соответственно, одно из предложений было, что нужно сделать, то есть не ставить какие-то либо сооружения на территории привлекающих к дому по Карламарксу 164, а именно выбрать местом поминовения храм. Ну, соответственно, у нас на это откликнулась епархия. Секретарь Магнитогорской епархии священник Лев Баклицкий рассказал, что 31 декабря в 8 часов утра в Вознесенском храме будет совершена заупокойная божественная литургия, а в 10 часов панихида по погибшим в страшной трагедии. Мы приглашаем жителей города Магнитогорска, всех, кто неравнодушен, кто желает почтить память почившись, помолиться, прийти в Кафедральный собор. Все духовенство Магнитогорской епархии будет служить в этот день в нашем храме. Также приедут священнослужители из Челябинска и со всей территории Челябинской области. На территории, прилегающей к храму, будет организован временный мемориал, куда можно будет возложить цветы, впоследствии в память о трагедии 31 декабря на территории Кафедрального собора будет водружен крест. Сейчас уже прорабатывается, какой это будет крест, кованый или мраморный крест. Но это большой, около 2-3 метров крест на территории Кафедрального собора. Специальное место, где посвященное вот этим людям, которые погибли в той страшной трагедии. Андрей Рыжков, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Печальное известие. На 1984 году ушла из жизни педагог, кандидат филологических наук, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации Инна Моисеевна Полякова. Инна Моисеевна родилась в августе 1936 года. В 1959 году окончила литературный факультет Магнитогорского государственного педагогического института. С 1959 по 1961 год работала учителем русского языка и литературы в Школе рабочей молодежи Магнитки. В 1961 вернулась в родной пединститут на кафедру методики начального обучения. Работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В разные годы Инна Полякова возглавляла факультет русского языка и литературы и факультет общественных профессий. Инна Моисеевна – автор более 40 научных публикаций. Основным направлением ее научной деятельности было изучение особенностей специфики функционирования профессиональной речи металлургов. Награждена медалью за трудовое отличие. Педагогический стаж Инны Моисеевны Поляковой составил 52 года. Из них полвека отдано Магу. Для коллег и учеников Инна Моисеевна была непререкаемым авторитетом. Неравнодушный и бескорыстный человек. Она никогда и никому не отказывала в помощи. Прощание с учителем-учителем легендарным филологом Магнитке состоится во вторник, 24 декабря, с 11.00 до 12.00, в Траурном зале «Долг», по адресу, улица Советская, 94. Один из лучших в стране преподавателей музыкальной школы живет в Магнитогорске. Педагог детской школы искусств номер 4 Мария Ленькова стала лауреатом конкурса, организованного Министерством культуры Российской Федерации. У молодого учителя было более 180 конкурентов. На уроки у лучшего музыкального педагога побывала наша съемочная группа. Мы говорили, что средства выразительности – это те средства, которые помогают музыке общаться с нами. Давайте вспомним их название. Звонкий голос, горящие глаза и влюбленность в профессию. Молодого педагога Марию Владимировну ученики слушают со всей внимательностью. Она всего лишь год назад закончила консерваторию, всего 4 года преподает, но уже успела оставить заметный след в профессии. Разработала собственные дидактические материалы. Я решилась отправить их в крупнейшее издательство, которое занимается изданием литературы для музыкальных школ. Заявка была принята и в июне 2019 года вот такие вот рабочие тетради по слушанию музыки вышли в свет. И на настоящий момент продано уже более 4 тысяч экземпляров по всей России. И к моему приятному удивлению в московском доме книги на Новом Арбате мои пособия тоже продаются. Избыток творческих идей не дает Марии Линьковой довольствоваться просто преподаванием. Участие в профессиональных конкурсах для нее как кислород. Когда Министерство культуры России решило выявить лучших детских преподавателей музыкально-теористических дисциплин, Мария Владимировна, недолго думая, отправила свои методические разработки. Это был пятница вечер, позвонили и сказали, что я прошла в финал. И через 4 дня, то есть в пятницу мне позвонили, и в среду я уже должна быть в Москве на репетиции, чтобы в четверг проводить открытый урок второго тура. Это, конечно, было очень неожиданно, но приятно, безусловно. Из 186 педагогов со всей страны жюри Всероссийского конкурса пригласило в Москву всего лишь 15 лучших. Проводить открытый урок Марии Владимировне довелось с учениками музыкальной школы при Академии хорового искусства имени Попова. Организация конкурса достаточно высокого уровня, и жюри строго следили за соблюдением регламента. То есть необходимо было уложиться именно в 40 минут, которые предоставлялись для проведения открытого урока. При этом показать нужно было различные формы работы и учесть специфику детей. Победителями конкурса стали сразу 10 педагогов, Мария Ленкова в том числе. Неделя в Москве была наполнена не только конкурсными испытаниями, но и мастер-классами известных деятелей искусств. Хочется выразить слова благодарности своему коллективу, директору Жанне Петровне Томиловской, всем своим любимым ученикам за ту потрясающую, благодатную, доброжелательную атмосферу, которая царит в нашей школе, и благодаря которой и ученики, и мы как педагоги имеем возможность достигать таких творческих побед. После этой победы у Марии Владимировны буквально выросли крылья. Впрочем, в состоянии полета сегодня прибывает и директор школы искусств номер 4 Жанна Томиловская. Ведь когда Мария Ленкова была маленькой, именно под руководством Жанны Петровны она постигала азы музыкальной грамотности. А что может быть лучшей наградой для учителя, как невысокие награды его ученика? Елена Тимофеева, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН Один день из жизни Дениса Кораблева. В драматическом театре имени Пушкина сегодня состоялась премьера детского новогоднего спектакля по мотивам знаменитой книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Авторы постановки уверены, несмотря на то, что произведение было написано более полувека назад, спектакль будет понятен и интересен современному зрителю. Наша съемочная группа побывала на генеральной репетиции представления. Уже в костюмах, среди ярких декораций, но еще под командой и комментарии режиссера. На генеральной репетиции новогоднего спектакля актеры театра Пушкина выкладываются на все 100%. Совсем скоро им предстоит встреча с юными зрителями, и это большая ответственность. В этом году для малышей в театре подготовили так называемый «сноу-комикс» под названием «Денискины рассказы» по той самой книжке, которую так любили советские дети. Главного героя постановки Дениса Кораблева играет стажер театра Александр Васильев. Он рассказал, чтобы понять и принять ребенка в себе, пересматривал детские сказки и мультфильмы и постепенно вжился в образ, хотя с самим героем у него мало общего. Мало очень. Совершенно, я бы сказал, даже почти нет. Здесь он обманывает бывает, здесь он еще что-то, а я никогда не врал. Я говорил всегда правду, а мама, если захочет, она будет верить или не верить. Слушай, давай придумаем что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за опоздание, понял? Например, скажем, что где-то был пожар, а мы из этого пожара маленькую девочку вытащили, понял? В основе спектакля восемь Денискиных рассказов, соединенных сюжетом воедино и образующих один день из жизни главного героя. Больших отступлений от авторского текста нет, единственное отличие – сознательный уход от советской эпохи. Поэтому на сцене мы видим отсылку к компьютерным играм и слышим современные ритмы. Для режиссера этот спектакль дебютный и без пяти минут. Выпускник ГИТИСа «Наш земляк» Константин Денискин смеется. Его фамилия определила тему работы. К постановке он подошел серьезно, привлек лучших художников, хореографов, тщательно выбирал актерский состав. И, кстати, просил актеров не переигрывать и не изображать детей, чтобы это не смотрелось фальшиво. Просто просил от них больше открытости, больше искренности, откровенности. И это придает детскость любому возрасту, мне кажется. А вы позволяете импровизировать? Конечно. Сейчас вот мы отрепетируем, прогоны, а потом я им скажу, я поставил спектакль, а вы теперь играйте, он ваш, делайте, что хотите, только уважайте автора. Декорации к спектаклю подготовил известный художник из Москвы Вячеслав Виданов. Он рассказал, не ставил цели сотворить на сцене что-то грандиозное. Главное было создать нужную атмосферу. Основа оформления – это проекции. И пришли мы к этому, тоже исходя из Денискиных рассказов, дети рассказывают вот эти завиральные истории. И мы решили это проиллюстрировать на экране. Все иллюстрации, кстати, дело детских рук. Их автор – дочь актрисы театра Лиры Андреевой, 14-летняя Вероника, воспитанница из-за студии Лины Демьяновой АУ. Такая сложность была, что рисовать нужно было не на бумаге, а в графическом планшете, все это послойно делать. Но, слава богу, у меня ребенок этим владеет, как раз этим увлекается. Она уже делает какие-то небольшие мультики, рисует сама комиксы. В общем, все как-то срослось. Яркие костюмы, праздничная атмосфера, забавные перипетии сюжета – все это, уверены создатели постановки, обязательно найдет отклик в душах зрителей. Премьера спектакля «Денис Кино рассказы» состоится уже 23 декабря в здании Левобережного дворца культуры металлургов. Перед каждым спектаклем детей по традиции ждет интермедия у елки. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске уже все готово к встрече Нового года. Украшены елки и городские улицы праздничными декорациями пестрят витрины магазинов. Подготовку к любимому празднику начали и магнитогорцы. Причем многие хотят найти такой подарок, который пришелся бы по душе всем участникам новогодней вечеринки. Свой вариант презента мечты сегодня готова предложить компания «Интерсвязь». Для предпринимателя Олеси Глуховой выбор подарков для этого Нового года – задача не из простых. Этот праздник она и ее семья, муж и сын всегда стараются отмечать по-разному, часто меняя и места проведения, и города. В этом году было решено организовать большую дружескую вечеринку дома. Но вот чем удивлять гостей? Своё решение этой проблемы предложила компания «Интерсвязь». Здравствуйте! У нас сегодня проходит тестирование телевизионной приставки. Попробуем? Телевизионная приставка с голосовым поиском «Избокс» – это одна из последних уникальных разработок компании «Интерсвязь». Она станет отличной альтернативой смарт-ТВ, избавив от необходимости долго выводить на клавиатуре название любимого фильма или программы. Поиск здесь осуществляется с помощью голосовых команд и занимает всего 10 секунд. Можно спросить у нее ваш любимый фильм, прогноз погоды и даже сколько лет Ольге Бузовой. Погода в Мальтагурске. Замечательно. А если караоке? А ленту можно? С приставкой «Избокс» можно всё. Умный помощник поймет любой запрос и предложит целую палитру всевозможных вариантов не только фильмов, но и игр и развлечений, которые не дадут заскучать на Новый год даже самой взыскательной компании. Такую универсальность и простоту в обращении Олеся Глухова оценила очень высоко, отметив, что для нее «Избокс» стал настоящей находкой. Я купила себе подарок на Новый год – телевизионную приставку «Избокс». Но самое главное, я знаю, в каком формате пройдет наш новогодний праздник. С «Избокс» мы устроим вечер караоке и киновикторины с говорящим пультом. Олеся уверена, что «Избокс» станет бесценным помощником и в повседневной жизни, считая, что отличный подарок на Новый год она сделала в первую очередь для себя. «Избокс» – это лучший подарок на Новый год. При ее покупке каждый получает зимний сюрприз в подарок – фирменную ледянку от компании «Интерсвязь». Приобрести приставку «Избокс» для себя или в подарок близким к Новому году можно в центрах обслуживания абонентов. Подробности по телефону «Горячая линия» или на сайте компании «Интерсвязь». О новостях спорта через несколько секунд. В Буцах по сугробам в Магнитогорске стартовал традиционный турнир по зимнему мини-футболу «Снежный мяч». Соревнования в этом году проходят в 25-й раз. Юбилейные игры собрали порядка 100 любительских команд. На открытии турнира побывала наша съемочная группа. Сильный ветер и довольно морозная погода не внесли коррективов в расписание. Открытие 25-го юбилейного турнира по зимнему мини-футболу «Снежный мяч» состоялось, как и полагается, со всей торжественностью. Мне очень приятно быть частью этого ордкомитета, этого события. 25-й раз это все-таки традиция. Вам хорошей игры, вам классных голов. Добро пожаловать и давайте развивать этот спорт. А вы большие молодцы, что собираетесь и играете в эту красивую игру. Этот чемпионат имеет статус открытого в этом году на заснеженные поля. Чтобы погонять мяч, выйдут порядка 100 команд. Это спортсмены-любители из Магнитогорска и близлежащих районов, представители предприятий, учебных заведений города и даже дворовые команды. У нас 4 лиги. Это первая, вторая лига и ветеранская лига и детская лига. Порядка 100 команд. Один из крупнейших, старейших турниров в городе Магнитогорске. Формат 6 на 6. На снегу постоянно удовольствие получают люди. Возрастных границ у турнира по сути нет. Участникам может быть от 3 лет до 80. В правилах никаких изменений. Один матч длится 2 тайма по 25 минут. Игроки признались, приходят сюда ради жарких эмоций и отличного настроения. Работник пара силового цеха ММК Александр Захариев играет в зимний мини-футбол уже 5 лет. Рассказывает, начинал с детской лиги. Поле тяжелое. Это не сугробы, бегать тяжело. А так все хорошо, нормально. Не холодно? Ну перед игрой было холодно, а во время игры как бы страсти, эмоции вообще жарко. Для тех, кого не согрели эмоции, горячий чай и бутерброды у игровых площадок работала полевая кухня. В перерывах между матчами участники могли немного подкрепиться. Организаторами турнира по традиции выступили администрация Ленинского района, управление по физической культуре, спорту и туризму города, профсоюзный комитет Магнитогорского металлургического комбината. Человек, который выбрал спорт, он уже победитель. Поэтому здесь нет проигравших. Это люди, которые работают, люди, которые выходные, играют в футбол. Люди, победители, люди, выбравшие спорт. Хотели выйти на поле, поиграть. Ну, если честно, я сам играю по воскресеньям. Да, футбол, да. Турнира, подобного снежному мячу, нет в области и, пожалуй, даже в стране. Ежегодно соревнования приветствуют самые титулованные, известные игроки и тренеры российского футбола. В этот раз слова на путстве участникам передал игрок сборной России по футболу, шестикратный чемпион России Валерий Кеченов. Он выразил уверенность, что в играх победит самый достойный. Кто именно станет очередным обладателем Кубка снежного мяча, будет известно через три месяца. Именно столько продлится турнир, и итоги организаторы подведут в Международный женский день, 8 марта. Евгения Солопудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Магнитогорский «Металлург» неудачно начал последнюю выездную серию в выходящем году. В матче с Питерским СКА гости прилично провели стартовый период, провалили второй и неплохо выглядели в третьем. Для положительного результата этого оказалось недостаточно. Команда проиграла армейцам девятый раз подряд. Рассказывает наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В последний раз «Металлург» выигрывал в Санкт-Петербурге осенью 2014 года. Прервать затяжную серию поражений не удалось и в этот вечер. Хотя начали гости неплохо. В стартовом периоде перебросали хозяев 10-6 и имели пару хороших шансов открыть счет. Но на перерыв соперники ушли при нулевой ничьей. Ждем ошибок. Играем, стараются все. Две классные команды, мастеровиты. И все понимают, что каждый голевый момент могут исполнить. Сначала чужой ошибки дождались хозяева. И в этом не было ничего удивительного. Питерцы безраздельно доминировали во втором периоде. Достаточно сказать, что свой первый бросок в створ Магедогорцы нанесли только на 14-й минуте. А общее преимущество армейцев по итогам отрезка выглядело подавляющим. 19-3. Но гол зрители увидели только один. Защитник Артем Зуб принял не самое стандартное решение и поставил в тупик голкипера Василия Демченко, не сумевшего полностью прикрыть ближний угол. Нас подожжали в первом периоде. Поменьше потерь старались сделать в средней зоне. И старались просто там игру перевести. Наложили где-то, наложили смены. Старт заключительного периода получился оптимистичным для магедогорцев. Хозяева в первый и единственный в этот вечер раз остались в меньшинстве. И гостям хватило всего 13 секунд на розыгрыш. После передач Андрея Локтионова и Андрея Нестрашила, Денис Расмусон великолепно бросил в дальний угол. Однако перелома в игру эта шайба не внесла. Всего через пару минут армейцы снова вышли вперед. Дмитрий Кагарлицкий удачно подставил клюшку под дальний бросок Зуба и установил, как потом оказалось, итоговый счет 2-1. Следующий матч «Металлург» проведет 24 декабря против ЦСКА. Прямую трансляцию из Москвы смотрите в нашем эфире на вторник в 21 час 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. В Дворце спорта имени Рамазана впервые состоялось открытое первенство города по эстетической гимнастике. Этот вид спорта существует уже более века, но в Магнитогорске начал развиваться недавно. Дебютные соревнования собрали 18 команд. Самым юным участникам всего 6 лет. Познакомиться с новым видом отправилась и наша съемочная группа. Эстетическая гимнастика ведет свое происхождение от свободных танцев, основоположницей которых была Асидора Дункан. Этот вид спорта основан на стилизованных естественных движениях всего тела. Он включает гармонические, ритмические и динамические элементы, выполняемые с естественной грацией и силой. Здесь нет индивидуальных выступлений, исключительно групповые. И только дилетанту может показаться, что эстетическая гимнастика – упрощенный вариант художественный. Я бы не сказала, что это является упрощением. Здесь нужна большая пластика, гибкость, растяжка. Все те же качества, что и в художественной гимнастике. Еще с начала 20 века это был национальный вид спорта в Финляндии и Эстонии. Но постепенно он стал распространяться и в других странах. Первый чемпионат мира прошел в 2000 году. И вскоре едва ли не главным законодателем МОД стала Россия. Из последних 10 мировых первенств наши команды выиграли 7. Одно из неоспоримых достоинств эстетической гимнастики – ее доступность. В художественной гимнастике нужны 4 предмета, и они очень дорогие. А здесь только костюмчик, вот, тапочки. Но он подешевле, так что это доступнее. Алла Семеновна, как первый тренер по Митогорскому художественной гимнастике, с радостью отмечает, что и ее родной вид, и те, что с ним связаны, получили в нашем городе достойное развитие. Во многом, благодаря руководству спортивной школы номер 3. Только художественной гимнастикой занимаются сейчас 10 тренеров. Я очень рада, что эстетическая гимнастика получает такое распространение. И спортивная аэробика. Вот спортивная аэробика ведет моя ученица, Раиса Васильевна Букусова, одна из первых. И вот сейчас эстетическую гимнастику ведет моя внучка Анастасия Николаевна Зарчук. На дебютных соревнованиях «Магнитку» в разных возрастных группах представляли четыре команды «Дюсша» номер 3 и команда детского клуба «Вега». По итогам первенства в активе хозяев две бронзы и серебро. Павел Зайцев, Денис Иванов, телекомпания ТВИ. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-deficin.ru. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok